Людей, разменявших девятый десяток, приятно пока называть долгожителями, но особое отношение к жителям золотого возраста в нашей стране является чуть ли не элементом национальной идеи. Поздравление за подписью главы государства Владимира Путина на свой счет приняла 90-летняя жительница аула Козыл-Октябрь Самуш Мукаевна Качкарова. О юбиляршей ее непростой судьбе в материале Ахмата Халкечева. Поздравить долгожительницу с большими юбилеями, передать поздравительный адрес президента приехали заместитель главы администрации Зеленчукского района Ирина Соломахина, представитель управления социальной защиты, пенсионного фонда и глава сельского поселения Эмир Эркенов. Самуш у нас одна из таких уважаемых матерей в ауле. И я хотел бы, во-первых, пожелать ей здоровья, крепкого, долгих лет жизни. Вот такие мероприятия, на мой взгляд, служат тому, чтобы подавать пример подрастающему поколению, уважение к старшим, уважение к матери. Они молодость своего дали во имя светлого будущего поколений нынешних и грядущих. Спасли мир от фашистской чумы. Ну а дабы в победу неимоверной ценой, из руин поднимали и заново отстраивали страну. И только живая память благодарных потомков может сберечь нас от повторения трагедий и ужасов, выпавших на долю наших старших, отметила Ирина Анатольевна. Они трудились для того, чтобы всё у нас было хорошо. Поэтому дай Бог им здоровья всем. Всем дай Бог здоровья, чтобы они всегда были светильниками для нас, для всех. И давали нам пример, чтобы мы не забывали никогда о тех трудностях ихнего времени. На годы молодости Самуш Мукаевна пришлись великие потрясения начала 20-го столетия. Когда началась Великая Отечественная война, ей не исполнилось ещё и 9 лет. Ну а в марте 44-го года семью Самуш, как и весь балкарский народ, сослали в суровые степи Средней Азии, куда ранее также были высланы карачаевцы. Со своим супругом Ахматом Хаджимуратовичем Качкаровым Самуш познакомилась в период ссылки. Я очень люблю свою бабушку. Пусть она всегда будет здорова, пусть она всё время улыбается, пусть она продолжает радовать всех своим присутствием. Самуш Мукаевна со своим супругом воспитали трёх сыновей и шестерых дочерей. Сейчас у долгожительницы 20 внуков и 25 правнуков. Так как у самих супругов не было возможности получить нормальное образование, они задались целью выучить всех своих детей. Мои родители дали всем нам образование. По сей день мы все работаем в разных отраслях. Живём по всей России в разных городах. И где работаем тоже вроде бы не на плохом счету. Героическое поколение Самуш Мукаевна уникально ещё и тем, что помимо всеобщего подвига в период лихолетия, судьба им также подарила возможность стать свидетелями успехов и побед своих детей, внуков и правнуков. Ахмат Халкевичев, Расул Бердеев, Вести Крачаева, Черкесия, Зеленчукский район.